Девять граммов свинца отпустили на суд его грешную душу. Мощнейшие законы принял сегодня наш парламент. У врагов народа паника. За измену государству вплоть до высшей меры наказания. И это высшая справедливость. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Озаренок. Это тайные опружины политики. Здравствуйте. А как вы хотели? Государственный аппарат во многом очистился от предателей. Но наши враги вновь рассчитывают на февраль 1917 года. Армия наступала. Мы побеждали. Впереди были Босфор, Дарданеллы и парад в Берлине. Но поднимала голову проклятая измена. Государя бросили. Министры, думцы, генералы и духовенства. И потом сами же и пошли в расход. У нас так не будет. Сами пустим в расход любого. Кто притаил в трусах пока спрятанную БЧБ анучу. Кто готов из-за малодушия им с доимства предать родину. И ввергнуть народ в пучину хаоса и уничтожения. А помните, как змогарыши смеялись два года назад, когда мы говорили, что всех достанем, что ни один мятежник не уйдет от ответственности. Наше государство сроки меряет вечностью. Мы не временщики, а народная власть. Но враги народа посмеивались. Им было забавно. А сейчас... Когда Лукашенко сказал в 20-м году, мы разберемся с каждым, мы все посмеялись. А оказывается... А он, при всем прочем, он молодец. Каждый день неполадая рук работал, пока мы... Мы, я в том числе, мы все, меру собой срались и чем-то занимались. Я про оппозицию. Ну, про условно протестный потенциал. Вот. И вот, молодец. Обещал, сделал. Да вот Россию жалко. Никак либероидная гниль с глаз ее не спадет. Вместо подонка, простите, большого патриота Урганта, пригласили не меньшего подонка предателя Смердящего Галыгина, скакавшего в 2020-м году. Но ничего. Вернутся с победой участники СВО. И тогда вся эта либероидная муть ускользнет в латвийские отхожие места. А и там их уже смывают. Что, предатели? Как вам демократия? Ушлые прибалты за одну оговорочку громят телеканал «Дождь». Что, Либерда, обделались? Помогли вам ваши демократы? Вы им уже с десяток лет так старательно лижете, а не вам мордой и в навоз. Товарищи латышки и стрелки, это какое-то недоразумение, братья. Я же свой. Я свой, хлопцы. Я же такой же, как и вы. Адристатор! Вы же вместе революцию делали, а? Хлопцы. Объясните своим стрелкам, что я свой, что я красный, русский. Они нихрена не понимают. Я им говорю, они... А ведь я вам давно подсказывал, как исправить вашу непутевую жизнь. Мы пытались поговорить с самим Азаренком. Даже дозвонились ему. Сказал он нам по телефону примерно следующее. С телеканалом «Дождь» я буду общаться только, когда телеканал «Дождь» станет телеканалом «Вождь». «Вождь Александра Григорьевича Лукашенко, надо думать». Да, но мы уже отправили заявку на ребрейдинг, поэтому надеюсь, что к следующему году мы переименуемся и поговорим с Азаренком. Но тут еще более лютая здрада случилась. Сегодня, как гром среди ясного неба, пришла на вина Знеметшины. Там арестованы участники государственного переворота. Что думаете, по этому поводу сказали «Либерда», «Неполживцы», «Селебрити», «Лучшие люди», «Креативный класс», «Ямысветки», «Ямылёшки». А ничего. Полицаи и нацпредатели засунули языки в дупы. Ну, самые отмороженные начали искать русский след, но это классический диагноз. Вот поэтому вас и будут давить, чтобы не было того, что произошло тогда. Завтра страшный, черный день. 8 декабря 1991 года три мерзавца незаконно развалили великую державу. Погрузили народы в братоубийственный кровавый кошмар. Не нашлось славного налетчика, смелого офицера, который бы застрелил в белорусском лесу троих упырей. Но в белорусском парламенте был один депутат, который воспротивился позору Беловежья. Несмотря на то, что большинство парламентариев в Белоруссии были приверженцами СССР, Верховный Совет 12-го созыва на своём заседании ратифицировал Беловежские соглашения. Итоги голосования. 263 за, 2 воздержались, 1 против. Этим единственным депутатом, проголосовавшим против развала СССР, был депутат Александр Лукашенко. Он и прежде отстаивал в парламенте позицию по сохранению Союза. А потом за него встали 10 миллионов белорусов. Сейчас его время. И за ним встанут все свободные народы мира. Мы исправим позор Беловежья. Гегемония Запада рухнет. И справедливый мир настанет. Иного не дано. И скоро 100 лет СССР. Редактор субтитров А.Семкин